не успела снять как голуби его кружили всем доброе утро почти дошли до леса скажешь привет всем скажешь всем привет всем привет добрый прогноз погоды в городе за волжью нижегородская область люди минус 10 снежок лыжники катаются здесь ну вот шли по городу ветер ветер был сейчас в лесу конечно ветра не будет снега снега по колено снег пушистый белый красота зимняя сказка в лесу я иду надела кепку и все равно тушь пробивает я уже надела капюшон и так вот хорошо в нем все зашли в лес здесь ветра ветра нет такого там сняла капюшон мне что-то стало жарко и такой ветер когда в капюшоне не чувствуешь же идешь что-то ветер спину как там лыжники едут ледяного ветра слезы градом снега вообще конечно все это растает все это уйдет в почву нас как-то одну зиму тоже так снега было много все думали ой куда же денется затопит наверное нет все как-то постепенно растаял и все все хорошо переверну камеру покажу вам нашу природу красиво так женщин впереди спалками идут сегодня у нас суббота кто на базар кто в лес с детьми на горке катаются на ватрушках лыжников много сегодня а снег шел вчера весь день и ночь вот сейчас вчера был сильнее сегодня такой реденький но все идет снегом нога на него снова вроде бы на дорогах так ничего прошли где было прочищено уже только тропинки которые люди протоптали пошел побыстрее вчера говорит такого дятла интересного видео какого-то необычного не разноцветного с какой-то белой полосой черного еще какую-то эту птичку красивую я пойду не никого не вижу наверно как обычно редкий редкий случай когда кого-то увидим вот белку тогда видели до снегирей вот так в общем то иду оступаюсь камера трясется хотя стабилизацию я включила сосна все снежном убранстве красивый сказочный прям новогодний лес хотя уже всего скоро весна на девочки скоро скоро еще две недельки весна масляники будет проводы русской зимы птичка здесь здесь батон куски батона даже не боится меня даже там семечки а некоторые птички любят хлеб она семечки не клюет а вот именно села и из батона он как клюет с удовольствием это еще одна прилетела видела меня испугалась в домике семечки у них наверное уже к людям то привыкли основном здесь все кормят их а кормушек навешали семечек полно вот с этой стороны еще повесили ну белки нет белки нет в общем птичек много там спортсмен бежит вдалеке надо его будет пропустить ой капюшон сняла вроде бы как-то в шею задувает хотя шарф нам шарф надо под воротник наматывать тогда не будет задувать вот можно? да конечно все время все время почему-то в этом месте мне встречается в прошлый раз то же самое вот женщина идет в общем вот такая вот она здесь красотища ну вот сегодня кормушки на на каждом шагу птички не успевают съедать вот здесь вот здесь мы еще повесили с семечками муж уже убежал вперед пошел заниматься поскрипим снежком любуемся на природу снег прям вообще как пух лежит сухой но у меня слезы градом кстати про эти капли я перестала ими капать пока полдня три и то я только утром и вечером слезы у меня не прекратились но я обратила внимание что я как-то глаза стали больше отекать с них никакого дискомфорта нет ну вот какой-то в общем не очень ну и естественно никакого результата потому что надо же ну какое-то время капать ну вот не знаю значит не подходят мне эти капли я по капельке вот утром и вечером уже перед суммой и глаза как-то больше отекают не знаю так что вот так краску купила не знаю когда покраситься может через недельку цвет цвет конечно у меня уже смылся только когда я красила две недели назад что ли вроде бы еще корни то не появились ну появились но еще мало но а цвет уже как-то все равно с отросших волос уже смывается сейчас ходим в шапках собственно говоря что волосы мучить наверно попозже покрашу волосы только же снимаю видео конечно вы на меня смотрите так не особо видно вчера досмотрела этот сериал любой весной расцветает в прошлый раз и расцветает и рождается ну а говорила название это весной расцветает любовь вот там девушка весна по хор ее там в общем о ее судьбе как ее там как подруга подруга ее на мужа глаз положила муж игрок она там вроде бы как его спасла а угрозы были что сына там что-то сделают ну в общем все так подстроила чтобы в общем борьба за мужика короче все так подстроила что ну ему он значит стал с ней жить а она все подстроила чтобы ее убить и думала что она все умерла а ее нашли где-то в таджикистане а у нее в общем-то отец был таджик и там опознали ее вроде бы как а там женщина искала дочь в течение десяти лет не могла найти а у этой вот похору у нее на плече была такая отожога шрам и у той видимо что-то то же самое должно быть и вот по этому шраму но она тоже такая же черненькая и родственники то сразу поняли что это не она там муж этой женщины там еще какой-то родственник приезжал ну а ее уже она нет это все равно это моя дочь и короче говоря уже не стали ее расстраивать а ее никто не искал и в общем-то сделали сделали там ей сделали там ей документы на похор сумгали его что ли как-то и вот она а она потом к ней память вернулась ну она тут как обычно в сериалах памяти у нее нет ну и она сильно была избита и в общем ее хотели убить а я первой этой серии это не смотрела и так как обычно включу какой-то сериал или фильм мне понравится и я смотрю начиная не сначала естественно ну так то в общем то все понятно что и чего по ходу дела все понятно сюжет фильма но так и вот ее мутарство она сама она родилась в Москве вот и а паспорт то у нее видите житель Таджикистана без прописки и в общем эти узнали что она приехала это вот Марина ее звали новую эту жену и она всячески пыталась от нее избавиться а у нее же был сын семилетний в общем кому интересно посмотрите в общем то такая затянута немного но я так с удовольствием посмотрела ну она там понравился на молодом человеку он ей там помогал во всем нашлись люди которые ей помогали и потом там следователь очень такой раскопал все многие были просто подкуплены в общем как все как всегда ну закончился фильм закончилась сказочка хорошо молодой человек этот ее любил она тут его полюбила и сын его принял и все так чинно благородно потому что он занимается я иду по тропинке дошла до озера почти интересно там купаются или нет ну вот рассказала я вам вкратце этот фильм ну а потом опять же это вот марина тут запахло жареным может арестовали а он может вообще пришел ну там они так подстроили чтобы не знали как их поймать на все как-то было все хитро сделано что не прикопаться не придраться ни к чему ну и вот его просто поймали он пришел он узнал что она будет одна это похор пришел ее убивать ну это опять же вот марина его отправила давай наделывать дело до конца она нам жизни не даст и вот все такое твой сын пострадает все и вот он пошел ее убивать а там ну естественно подложили чего-то он выстрелил ну и тут его поймали так вот прорубь вот а у этой марина за границей мать с отцом так отец видно какой-то там влиятельный денежный он все тут подстроил как будто она на операции все тут все куплено всех подстроено все подстроено ну то и в жизни в общем то то же самое деньги деньги правят миром ну конечно находятся и приличные люди которые не не подкупные есть еще и такие на этом и держится держится мир все-таки вот но так вот ей пришлось там помучиться рисковать своей жизни но все-таки все обошлось все хорошо не обошлось без добрых людей все закончилось нормально а марина это уехала по поддельному паспорту какую-то Олесю заканчивается отец и вот именно через только так мы можем уехать доченька моя дорогая все я тебе я тоже так же дружу а внутри их там ненавижу в общем у них это как-то семейная ненависть к близким и друзьям в результате ну этот следователь говорит да никуда она не денется все равно все равно ее поймаем ну и все а они уехали в таджикистан там ну к ее новым родителям она познакомила их со своим мужем ну которым молодой человек с сыном и все 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 хорошо ну потом конечно говорит надо подождать сделают ей паспорт как документы те которые ее были все там будет суд в общем все такое кому интересно посмотреть все вам рассказала ну вот 20 серий 20 серий и шел этот сериал долго с 7 часов и где-то наверное 22 что ли ну так серии длинные так зарядочка ну наверное теперь всем пока пока прогулялись провела я вас по нашей природе красивой прогулялись с нами рассказала я вам сказку ну и до новых видео всем пока пока пишите комментируйте